МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Люберецкого районного телевидения. В студии Ольга Чуканова. Вначале коротко об основных темах выпуска. Публичные слушания состоялись. Люберчанам представили проект реконструкции микрорайона 3-3-А. Спорт объединяет. В поселке Малаковка прошла спартакиада, посвященную Дню единства славянских народов. Прощай школу в Люберецких школах прошли выпускные вечера. Теперь обо всем этом более подробно. В скором времени в северной части города начнется реконструкция микрорайона 3-3-А. В течение ближайших пяти лет здесь будет снесено порядка 40 ветких жилых домов. А на их месте появятся современные высотки. О градостроительных планах на встрече с местными жителями рассказали главный архитектор города, депутаты и представители администрации. На публичных слушаниях, прошедших в школе номер 24, побывал и наш корреспондент Алексей Адамов. Дома в микрорайоне 3-3-А морально и физически устарели. Их необходимо сносить, а жителям предоставлять более комфортные условия для проживания. Такой эмоциональный вердикт вынесли сторожилы северной части города на публичных слушаниях. Устали все, вот мы все жители, устали жить в наших трущобах. На самом деле, трущобы. А которые дома расположены около железной дороги, там вообще жить невозможно. Я жительница коммунальной квартиры. Вы поймите правильно, что жить в коммунальной квартире со всеми чужими людьми, это очень сложно. Где ты ходишь по очереди в туалет, помыться, но как мы живем, когда у нас нет нормального напора воды, когда у нас нет нормальных человеческих условий. В своем выступлении главный архитектор города Валерий Ясинский предельно ясно рассказал о том, как будет развиваться микрорайон 3-3-А, тем самым успокоив местных жителей. По его словам, в течение ближайших пяти лет северная часть Люберец преобразится. На начальном этапе на месте водозаборного узла или бывшей котельной будет построена первая высотка. Туда переселятся жители нескольких ветких строений, которые тут же снесут. На освободившейся территории появится еще одна высотка, в которую переедут люберчане из других корпусов. Само волновое заселение завершится через пять лет. Сохранилась основная задача этой программы, то есть это расселение из жилья с большим физическим износом жителей этого микрорайона. И строительство, соответственно, на этой территории определенного количества нового жилья со всей социальной инфраструктурой. В общей сложности планируется возвести 47 монолитных домов для нужд переселенцев. Причем все люберецкие семьи по собственному желанию останутся жить в родном микрорайоне. Если вы не хотите, чтобы вас, например, купили вам квартиру в микрорайоне 7-8, конечно, вас туда и не расселят. Вы скажете, я буду ждать до победного, но я хочу жить вот здесь, в этом районе. А если вы скажете, что да, я согласна на 115 квартале, я знаю, дом сдают, у меня там мать в соседнем доме живет. Вот сейчас много таких вариантов. Кто-то хочет к сестре, кто-то хочет поближе к детям переселиться. Я имею в виду по соседству, кто у вас здесь есть, они именно вот таким образом и ведут свои, так сказать, отношения с застройщиком. Стоит отметить, что в адресной программе реконструкции решен самый главный вопрос, вызывавший наиболее число нареканий со стороны жителей. Границы микрорайона. В старом варианте она проходила по территории Наташинского парка. В соответствии с новым планом зона отдыха осталась нетронутой. Наташинский парк не трогается, он остается в тех границах, которые есть. То есть граница по улице Красногорская третья идет. После выступления представители администрации, либерчане могли задать вопросы и высказать свои предложения по застройке микрорайона. А поликлинику вместо котельной будет стартовый дом, встроенный, пристроенный на первом этаже. Почему в жилом доме нельзя поликлинику делать, скажите мне? И нужно сделать, нужно, чтобы не ходить через дорогу или куда-то. В целом план развития и реконструкции микрорайона 3-3-А был жителями одобрен. Помимо высоток в ближайшие годы на Наташинских гектарах планируется строительство детского сада, поликлиники, пристройки к школе, объектов социально-культурного значения, будут проложены новые инженерные сети. В общей сложности квартирный вопрос решат 1370 люберецких семей. В ближайшее время городская администрация проведет аукцион среди инвесторов и далее начнется проектирование проекта. Алексей Адамов, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. И в продолжение строительной темы. Руководитель администрации Люберецкого района Ирина Назарева провела очередное совещание по проблемам застройки 7-8 микрорайона. В ходе заседания были рассмотрены различные проблемы интересующих жителей. Подробности у Лилии Хайрулиной. Ирина Назарева начала совещание с животрепещущего вопроса о ходе работ строительства катодной защиты газопровода для котельной. Проблема, которая длится уже несколько месяцев, вызвала бурную дискуссию. По словам генерального директора энергостроя Владимира Бородачева, график работ сдвигается на неопределенный срок. На сегодняшний день мы по двум пунктам действительно не выполнили то, что в графике записано. Эта земля была не выполнена и вопрос технических условий... Хорошо, земля у вас сегодня есть, понятно. Дальше что вы не выполнили? Теперь вот по подключению электрической энергии от мусоросжигательного завода. Вот этот вопрос сейчас в работе, я думаю, что в ближайшее время мы его добьем. Для выполнения этих двух пунктов необходимо соответствующее согласование, которое в лучшем случае можно будет получить в октябре, что значительно ухудшает ситуацию в 7-8 микрорайоне и влечет за собой ряд проблем. Что тянет за собой дальше? Я вам рассказываю, если кто этого не понимает, да? Дальше у нас идет перекладка газопровода под дорогой. Согласование перекладки газопровода никто не даст, потому что не сделана катодная защита на котельную. Во что мы втягиваемся, в какой клубок дальше? Сейчас играется тендер в Московской области на производство работ по Комсомольскому проспекту, а работы не смогут быть выполнены, потому что мы газ перенести не можем. А газ не можем перенести, потому что нам межрайгаз не даст согласование, потому что нет катодной защиты на котельную, на газопровод котельный ведущий. Еще одна серьезная тема заседания, которая вызвала у присутствующих не только ряд вопросов, но и иронический смех – это строительство новой школы в 7-8 микрорайоне. О ходе работ рассказал Владимир Кулик, отмечая, что ситуация на стройплощадке порой просто выходит из-под контроля властей. Вчера, приходив в кабинет химии, заложен проем там, где должен стоять демонстрационный шкаф. Значит, вырубили в потолке вытяжку под этот шкаф, все сделано как по проекту. По проекту был проем, вчера приходим заложенный. Почему? Никто ничего не знает. То же самое, что я вам вчера говорил по зубному кабинету. Отменили зубной кабинет. Нету их теперь в школах, нету, и ставок нету, там все поснимали. Дорогостоящие оборудование убрали из перечня. Нет, значит, по всем четырем этажам тащат вентиляцию на этот зубной кабинет. Кому она нужна? Ну, во многих, ну, не во многих, скажем, в части классов нету умывальников. Они должны быть в каждом классе, это в проекте есть. В каждом классе умывальники. Значит, в части классов нету. Зато есть умывальник, извините, в спортзале. В самом зале, я не говорю, что в раздевалках. В самом зале. А в кабинете директора аж два умывальника поставили. Руководитель администрации Люберецкого района попросила устранить все недостатки в кратчайшие сроки, так как новому общеобразовательному учреждению еще необходимо получить ряд разрешительной документации, чтобы 1 сентября школа смогла открыть свои двери для юных люберчан. Лилия Хайрулина, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Сделать город красивым. Такую задачу ставит перед собой управление по благоустройству и дорожному хозяйству. В 2013 году между различными компаниями был проведен конкурс на право цветочного оформления города. За несколько месяцев в Люберцах было высажено несколько десятков клумб. Результатами проделанной работы любовался и наш корреспондент. В этом году цветочное оформление было осуществлено более чем на 40 адресах. Высажены цветники клумбы, установлены вертикальное озеленение и топиарные фигуры. Самыми оригинальными, запоминающимися стали композиция жемчужина, находящаяся недалеко от администрации, клумбы в виде погон на Куракинской улице и, конечно, топиарные фигуры перед ДК. Но это далеко не все, что планируется проводить в Люберецком районе. У нас работы будут проходить полностью все лето, осень. Мы будем второй раз подсаживать рассаду цветочную где-то ко дню города. Планируется второй этап посадки. Директор компании «Агролайн» Владимир Мовчан занимается цветочным оформлением не так давно. Однако компания уже успела получить хорошие отзывы за проделанную работу в Москве и Московской области. Он подчеркивает, что Люберцы нисколько не отстают от столицы, если дело касается озеленения. В данном случае, та территория, которая устроена цветниками, она очень в хорошем виде. И главное, качество самого цветника, как его эскиз, ну, не хуже московской. Работы, проведенные администрацией совместно с компанией «Агролайн», вызывают у жителей города неподдельный восток. Это место здесь очень приятно быть, очень хорошие цветочки, и всегда бы они были. Это очень эстетично, это очень красиво, приятно, замечательно просто. Вот эти вот цветы, они просто радость какую-то дают в жизни. Осенью, когда придет время готовить цветы к зимнему сезону, красота с улиц города не исчезнет. Все цветники и клумбы будут покрыты цветной щепой, оформлены в виде красивых узоров. Кристина Монасарян, Валентин Говоров, Люберецкая районная телевидение. Мы вернемся в студию после короткой рекламы. Оставайтесь с нами и не переключайте канал. Этот лес рос 250 лет. За два часа он выгорел полностью. Не оставляйте без присмотра костры. Не бросайте незатушенные окурки. Не жгите мусор и траву. Мы должны защитить лес от беды. При пожаре звоните в Единую службу спасения по телефону 01. Мобильная связь 112. Вы смотрите новости Люберецкого районного телевидения. Накануне в Люберецком дворце культуры прошел смотр строя и песни среди воспитанников летних оздоровительных лагерей. Мероприятие было посвящено 70-летию победы в Сталинградской битве. Ребята из более чем 20 школ показали свое мастерство в различных элементах строевой подготовки. Подробности далее. Конкурс строя и песни, который каждое лето проводится Люберецким управлением по работе с молодежью, имеет богатую историю. Уже на протяжении многих лет школьники со всего района собираются во дворце культуры, чтобы показать зрителям свое умение шагать в строю и петь военные песни. И с каждым годом популярность конкурса возрастает. Мы видим, что количество участников, как всегда, много еще, вот доезжают, доезжают у нас команды. И, наверное, каждый год такой интерес меняется, и костюмы ребят, и стилистика песни, и оттачивается мастерство марширования и прочая строевая подготовка. Все участники смотра очень старались. Девочки маршировали наравне с мальчиками и выполняли команды не хуже представителей сильного пола. Выступление команд оценивало строгое жюри. Опытные судьи изучали каждый элемент выступления, распределяя очки по множеству критериев. Всего девять критериев. Это внешний вид, это сдача рапорта, это расчет по порядку, повороты, расчет на один-два, построение по два, движение в колонне, исполнение песни. Важность проведения смотра отмечает как администрация Люберецкого района, так и учителя школ, которые привели своих ребят на выступление. Рассказывая про мероприятие, педагоги обращали внимание не только на образовательную, но и на воспитательную функцию этого конкурса. На мой взгляд, это их дисциплинирует в первую очередь. Они не забывают своего прошлого, так как все равно мы говорим о песнях, изучаем их, что, как, почему мы вообще это делаем. Смотр прошел без единого изъяна. По завершении мероприятия все команды получили вкусные призы и заряд хорошего настроения. Сергей Филиппов, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. Спорт объединяет. В поселке Малаховка прошла спартакиада, посвященную Дню единения славянских народов. В очередном сезоне любительских соревнований свое мастерство в различных видах спорта продемонстрировали порядка ста человек. Такие состязания стали традиционными и проходят в Малаховке уже в четвертый раз. Мероприятие проводится в рамках социальной программы, организатором которой является футбольный клуб «Космос». Этот праздник – День единения славянских народов. Это цель единения, братства, любви и гармонии душевного и спортивного. Свои заявки на игру в футбол прислали любительские команды из Сербии, Словении и Черногории. Также в соревнованиях приняли участие клубы «Космос» и «Люберцы», представляющие города Раменское и «Люберцы». Я очень рада, что такие возможности есть, что и не только активные спортсмены, но и потом после активной карьеры или в других профессиях можно заниматься футболом или другими спортами. После работы – это всегда для хорошей кондиции, для здоровья. Мне очень рада, что я пришла сюда и что мы на турнире, международный славянский турнир с нашим репрезентацией. Мне нравится, что это будет доброе и будущее. На территории комплекса в этот день проходило еще одно интересное мероприятие. Воспитанники детского дома творчества организовали мастер-класс для всех желающих по скраббукингу. Все свои работы они решили подарить гостям и участникам праздника. «Прощай, школа» по всей России прошли выпускные вечера. Не стали исключением и «Люберцы». Накануне аттестаты получили выпускники гимназии номер 41. С ребятами встретилась Кристина Монасарян. Для каждого школьника выпускной – это противоречивый праздник. С одной стороны, начало новой жизни, институт, новые друзья и преподаватели. С другой – расставание со школой, которая за 11 лет стала вторым домом. Насколько все родным стало, что как без этого жить уже не представляешь. Часть души отрывают и все равно будет сюда приходить снова, чтобы пополнить эту пустоту. Ребятам по традиции были вручены аттестаты. В этом году 41-я гимназия выпустила 54 ученика, с которых 9 стали обладателями золотых и серебряных медалей. Кроме того, ребят наградились за достижения в учебе и спорте, за скромность и артистизм, а также за владение компьютером. Выпускников пришел поздравить и глава города Владимир Ружицкий. Нужно в жизни упираться, нужно стремиться, нужно искать, нужно никогда не вешать носа. Иногда жизнь немножечко как бы и учит, и, возможно, бывают жизни и провалы. На это не обращать внимания. Нужно двигаться, вставать и двигаться, тогда все получится. Последний школьный звонок прозвенел, Наверное, что-то сказать он хотел, Еще постоим у дверей, а затем Мы в прошлой школы уходим совсем. После официальной части ребята, родители и учителя отправились в кафе, где продолжали веселиться и отмечать праздник. Кристина Монасарян, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. На этом наш выпуск завершен. Сразу после него на нашем канале смотрите рубрику «Земляки». Далее эфир ЛРТ продолжит программа «Открытый диалог». Гость студии депутат Совета депутатов города Люберцы Дмитрий Кристинин. Напомню, что свои новости и жизни Люберецкого района вы можете сообщать по телефону редакции. 8 498 642 1950 и 8 498 642 1952. А также оставляйте их на нашем сайте. Где вы найдете выпуски всех наших программ. В студии была Ольга Чуканова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин